Приветствую вас. Видео, мне кажется, вы в неком таком порочном кругу безответственности находится, потому что то, что вы делали, то, что вы описываете, это история того, как люди двое, а потом трое, но все равно двое, супружеская пара, живет непосредственно. Причем непосредством не только финансовым, но и психологическим средством тоже. То есть вот у меня, лично у меня сложилось такое впечатление, что вы все время со своим мужем жили непосредственно, в том числе и психологически. С какой стати свекровь должна была вам помогать с оплатой ипотеки? Вот вы, Лиля, сами с мужем подумали бы, вот просто с какой стати должны вам эти люди помогать? Ну помогли, хорошо, спасибо большое за это. Но почему должны люди дальше помогать? Почему люди должны были вам, я не знаю, квартиру купить, а не себе, как они это сделали? Понимаете, ваши свекры, они ведут себя как эгоисты, да, они не очень хорошо ведут себя как эгоисты, эгоисты из них слабенькие, такие где-то на троечку, но они ведут себя как эгоисты. Они делают что-то для себя, они могут это сделать для себя, они это делают. А вы для себя делаете очень мало. И вы ждёте от других, что они сделают что-то для вас. Понимаете, в чём, в чём сука? Вот. И по сути весь ваш, эм, совместный быт, вот как вот вы, ну, проживали, да, вот как вы жили, как вы, ну, как вы жили. Видит у вас совместный быт? Это быт, который вы сами себе не обеспечивали. Это быт, находящийся в полной зависимости от других людей. Это быт, находящийся в зависимости от тех людей, благодаря которым ваш быт становится возможным. то есть сами себя вы не обеспечиваете. И у меня только вопрос, почему вы именно так, на таких условиях формировали, вот свою, ну, ну, свой, своё проживание, скажем так. Да? Вот. Почему? Вот у меня к вам вопрос, такого типа. Т.е. по сути, по сути, вы семьёй не были никогда, там это вы жили непосредственно. То есть вы родили ребёнка, вы говорите, появился ребёнок. Нет, ребёнок не появился. Ребёнок не появился. Вы его завели. Завели в условиях, когда находились в зависимости. Завели в условиях, когда, вот, цитирую, вам свёклы перестали уже помогать. Понимаете? Понимаете? Почему с ребёнком, когда у вас пошла задолженность по квартире? Вот я бы хотел понять. Хотел бы понять вашу логику, вашу позицию. Вы можете сейчас выйти, наконец, из этого порочного круга безответственности. И взять, наконец, ответственность за себя. За свои подробности. И подробности на что реально вам сейчас хватает денег? Как реально вы можете себя обеспечить сейчас? Понимаете? Вот какой вопрос. И вот вы говорите, да? Вот, собственно, ну, вопрос, что делать, да? Вот вы задаёте вопрос, что делать? Что делать, чтобы что? Вы чего хотите? Вот вы говорите, я не знаю, что делать. Вы написали всегда на ресурс. Какой помощи вы хотите? Готовы ли вы признавать, что делали что-то не так? Готовы ли вы признавать, что есть определённые и достаточно серьёзные ошибки ваши, которые привели к тому, что эта ситуация стала возможной? Вот и всё, Лилия. Вы про треугольник Карпмана почитайте. Почитайте про позицию жертвы. Я думаю, вам многие вещи станут ясны и понятны. А дальше уже зависит от вас. Если захотите жить счастливой, действительно счастливой жизнью со своим мужем, всё можно исправить. Но если не захотите жить, если вы так и будете продолжать свою деструктивную и порочную модель поведения, вредную вам, вредящую вам, то да, ситуация будет хуже и хуже и хуже. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!